Друзья, всем привет и добро пожаловать на Stratford Tent Россия. Это еженедельная рубрика Weekly Talks. В сегодняшнем выпуске мы говорим про новости за всю неделю в Манчестер Юнайтед, поэтому оставайтесь с нами. Одной из главных новостей, конечно же, на этой неделе стало подписание нового контракта Антони Марсиалем с Манчестер Юнайтед. На 5 лет продлил свое пребывание француз в стане красных дьяволов. И, друзья, это очень важная новость, потому как во время Жозе Мауриньо очень много ходило разговоров о том, что вот у Марсиаля заканчивается контракт, у Дехея заканчивается контракт, и они не очень хотят оставаться, потому что они хотят, собственно, уехать куда-нибудь, чтобы выигрывать трофеи, и время идет. Тем не менее, вот сейчас пришел Оля, 9 матчей без поражений, и первый контракт, который мы очень все хотели для Антони Марсиаля. Почему? Ну, потому что Антони Марсиаля один из топовых талантов этой команды, и, на мой взгляд, да и на взгляд многих, он может еще развиваться, ему бы чуть-чуть прибавить в стабильности, прежде всего, но и в каком-то форвардском чутье, что ли. Потому что Антони очень здорово играет один в один, он очень скоростной футболист, потрясающим ударом обладает, особенно вот этим фирменным обводящим ударом Марсиаля. Недавно смотрел подборку, и, друзья, обязательно будет, вот, если вы кликнуете на И, на информацию вверху, в верхнем правом углу на экране, там будут голы Антони Марсиаля, посмотрите их обязательно, если хотите. Вот эта вот дуга такая, по которой пускает француз мячи, это просто очень и очень классно. Все очень рады, очень рад сам Марсиаля, разумеется, он сказал то, что у этого клуба Манчестерина этот потрясающий болельщик, и я должен отплатить им голами, и я буду это делать, что очень приятно, мы очень на это надеемся, по крайней мере. Оля Сульшер тоже сказал пару слов, он сказал то, что Антони очень хороший футболист, и он очень много забивает. Для того, для той позиции, на которой он находится, он сказал, что Марсиалю стоит прибавить именно в чутье Галеодорском, то есть именно находиться в нужном время, в нужное время, в нужном месте, для того, чтобы этот мяч забить. Потому что это то, чего не хватает Маркусу Решфорду, у него завершение чуть-чуть хромает. У Антони с завершением все прекрасно, мы это видели в прошедшем матче с Арсеналом, когда он забивал, да, когда там отскок от Петра Чеха был. Потрясающе, опять вот такой дуге он его положил, отлично. С завершением у Антони все здорово, он не часто оказывается на позиции, где можно завершить комбинацию. И вот в этом, я думаю, что Оля с ним поработает, он должен чувствовать этот момент, у всех форвардов такое чутье, оно либо есть врожденное, как было, например, у Ванни Стелро и Чача Рито, ну и у Сульшера в какой-то степени. Кто-то его развивает, например, Уэйн Руни, не секрет, что он его развивал, действительно, и есть очень много историй про то, как... Да и сам Уэйн, в принципе, об этом говорил, что он немного играет со своим воображением, когда важный матч, перед важными матчами Руни говорил, что я ложусь спать и представляю себя на поле, представляю, как я получаю мяч и забиваю его в ворота соперника. Возможно, именно такая терапия поможет Антони Марсиалю. Тем не менее, друзья, пишите свои эмоции относительно контракта Марсиаля, потому как француз к нам присоединился в сезоне 2015-2016. Помните все эти заголовки? What a waste of money? Там траты денег, очень много за такого таланта, пусть и молодого, пусть и таланта, но молодого очень. Играл он в Монако и Леоне, в общем-то, не в топ-клубах. И я помню свои эмоции, на самом деле, когда мы подписали Марсиаля, потому что тогда мы купили Демарию, Фалькао перед этим, и тут раз Антони Марсиаль. А кто это? Откуда он взялся? Его же на дедлайне вообще подписали, на флажке. И потом его дебют, гол Ливерпулю, и я помню, как все начали говорить, что, о господи, да, это то, что нам было нужно. С тех пор у Марсиаля были разные времена, но, на мой взгляд, вот этот сезон, он проводит весьма неплохо, но, опять же, немного нестабильно. У него есть вот эта яма между Жозе и Олей, он попал в такую яму функциональную, где у него не получается именно стабильно выступать на отрезке каком-то времени. Пишите, друзья, в комментариях, что вы думаете по поводу нового контракта Антони Марсиаля. Ну и, конечно, одно из главных, как бы, событий, которое идет, это матч с Лестером. Почему он важен? Потому как Челси и Арсенал в ближайшие два тура играют с Сити, а нам играть с Лестером и Фулхамом. Если мы выигрываем эти два матча, и Сити выигрывает оба матча, тогда мы уже стабильно в топ-4. Это раз. С Лестером, мне кажется, с другой стороны, играть сейчас не самое время, потому как они очень хорошую ничью с Ливерпулем только что отстояли и потеряли подопечные Юргены Клопа очки благодаря команде Лестера. Лестер такая довольно кусачая команда, хотя у нас никогда проблем с Лестером не возникало. Больше всех Лестеру любят забивать Хуан Мат и Маркус Решфорд. Будем надеяться, что, по крайней мере, Решфорд, который, я надеюсь, выйдет в основе, как центр-форвард, забьет в ворот Каспера Шмайхеля. Пишите, друзья, что вы думаете относительно матча с Лестером. Он состоится 3 февраля. Кстати, поздравляю вас, уже новый месяц начался, как-то первый месяц года. Вообще пролетело незаметно. 3 февраля в 17.05 по московскому времени матч «Футбол-1» покажет эту встречу в прямом эфире, поэтому обязательно заходите. Ссылка на трансляции будет, мы выкладываем обычно составы, и там мы будем прикреплять ссылку на трансляции, как вы и просили. В этом месяце еще, да, в феврале, нам очень много классных матчей предстоит, но один из них, который выделяется, это матч на Улт-Раффорд против Париса Сан-Жермен. 12 февраля он пройдет, и в нем не будет играть Неймар. И, по-моему, в ответ на матч он тоже не будет играть, потому как Неймар получил очень неприятную травму, что-то то ли с трещиной, то ли с ушибом плюсневой кости. Это, знаете, вот если нога у вас, да, и вот здесь вот эта плюсневая часть находится, там то ли трещина, то ли еще что-то. В общем, ему сказали, что будет консервативное лечение. Наверняка вы видели новости, это значит, ну, как минимум 10 дней он будет находиться вообще вне игры, потом только, может быть, начнет как-то ходить на тренировки, может быть, наступать на ногу. Но пока что, в общем, первую встречу, можем констатировать, что первую встречу Неймар пропустит. Хорошо это или плохо, делитесь своим мнением в комментариях. Я лично считаю, что вообще было бы интересно в сильнейших составах, да, посмотреть на Юнайтед и ПСЖ, но для прохода в следующий раунд отсутствие Неймара, отсутствие лидера и главного такого, скажем, локомотива атак парижан нам очень даже на руку, поскольку у нас не очень стабильная защита. Мбапе с Неймаром очень сыгранная пара, а Кавани немножечко в стороне от них держится, поэтому как они будут комбинировать в отсутствии Неймара и кто зовет его место, может быть, Димария, может быть, еще кто-то. Кстати, если кто-то из вас увлекается французским футболом и следит за ПСЖ, напишите, пожалуйста, кто может занять позицию Неймара в его отсутствии и как перестроиться от этого тактика. Будет очень приятно это узнать. И, в общем-то, наверное, завершать будем уже этот выпуск новостями про аренды. И Джоэл Пирейра опять уехал в аренду в совершенно непонятный какой-то клуб. По-моему, в Бельгии. То ли в Бельгии, то ли в Голландии, я, честно говоря, не помню. Это неименитый клуб. И зачем Джоэль туда уехал, вообще зачем согласовали эту аренду, честно говоря, не очень понятно. Потому как, ну, там есть свой вратарь. И если они берут Джоэля на постоянной основе, это одно. А если они его берут в аренду, все равно он не будет играть первого номера. И для чего нашему молодому голкиперу, одному из лучших в своем поколении, по мнению Жозе Мауринио, эта аренда, честно говоря, непонятно. Еще в аренде у нас остался Тимати Фосуменца. Ходили слухи о том, что его Юнайтед может вернуть. И Клаудио Раньери, главный тренер Фулхаму, был не против. Однако не пожелал Юнайтед воспользоваться этой опцией. Оставил Тимати в аренде удачником до конца сезона. В общем-то, он там не играет в последнее время. Особенно при Раньере, он его не жалует. И это тоже очень плохо для развития футболиста. На мой взгляд. Ну, с другой стороны, даже если он будет выходить в каких-то кубковых встречах или там как игрок ротации, вполне возможно, что нам удастся Фосуменца оставить правым фуллбэком, то есть правым защитником на следующий сезон запасным. То есть у нас будет Дало, у нас будет Янг и у нас будет Тимати Фосуменца. Скорее всего, уйдет Валенсия, потому что у него заканчивается контракт летом. Никаких переговоров новых нет. Говорят, что им интересуется как раз фуллхам. Но, в общем, ближе к лету эту информацию мы с вами обдумаем и будем говорить о ней более подробно. В том числе будет видео отдельно по Валенсии. Что ж, друзья, у меня на этом все. Если я пропустил какие-то важные новости, по вашему мнению, обязательно пишите в комментариях, и мы их обязательно с вами обсудим. Ну и 3-го числа, конечно, все мы прильнем к экранам. Вас призываю тоже посмотреть матч между Манчестер Юнайт и Лестером. Анализ этого матча, скорее всего, будет либо 3-го числа, ближе уже к ночи, то есть где-то, может быть, часов в 10, либо уже утром или днем в понедельник. Не будет стрима, стримы у нас только на неделе. Поэтому оставайтесь с нами, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам нравится то, что мы делаем. Делитесь ссылками со своими друзьями, чтобы нас становилось еще больше и больше. Ну и на соцсети наши тоже подписывайтесь, там вся статистика по встречам. Очень интересные показатели от компании Инстат, за что им большое спасибо. У нас есть выпуск с ними будет в ближайшее время, так что оставайтесь на Stratford End России. У меня же на этом все. С вами был Алексей, до новых встреч, пока-пока.